внезапно спайсы и сохрани меня зовут роман так случилось что 10 выпуск пальцы сохрани снимая а вот удостоился из такой чести и я можно сказать продолжу разговор о ежах сусликах и водконосах и поговорили о мировоззрении по большому счету вот эту можно сказать теорию ежов сусликов водконосов можно назвать именно разными мировоззрениями то есть допустим человек видит мир ну вот как он видит да не смысле глазами да я не говорю про слепого и зрячего я говорю на протоке относится к абсолютно ко всем вещам окружающих его это мировоззрение я бы там буквально недавно думал достаточно много не знаю почему вдруг задумался то как я вижу нет ну я так подумал прикинул в общем то меня мое мировоззрение устраивает оно возможно необычно я не особо говорить не буду потому что это долгая тема в общем тогда целый фильм снимать надо это не часовой просто я имею ввиду что об этом долго трактовать на примере я расскажу наверное такую вот зарисовочку можно сказать идет три человека пусть они внешне допустим вот именно для этой ситуации они внешне все абсолютно одинаково просто чтобы это именно отражало их внутренний мир их мировоззрение они внешние качества и на встречу этим трем людям идет негр не негр черный ну вы поняли и у этих трех людей будет три разные точки зрения допустим это будет их мировоззрение то как они видят этого негра у себя в голове один из них один из этих трех он пройдет мимо этого негра и даже не посмотрите в сторону но милком увидит ну человек прошел да то есть у него в голове такая вот штука как бы сидит мировоззрение и для него неважно человек черный белый там женщина мужчина он просто мимо проходит у человека как он прошел мимо еще сотни для него таких же там 10 минут назад не обратил даже на него никакого внимания потому что он так видит он так видит для него это ну для него цвет кожи не играет вообще никакой роли да второй человек он увидит негра начнет там злиться плеваться и не знаю потому что для него это характерная черта человека его цвет кожи цвет глаз волос там я не знаю и так далее его происхождение у него такое мировоззрение он так видит он считает что национальность и раса принадлежность это исключительное качество человека по которому стоит людей судить надо закрыть а кто да вот и третий человек он допустим правильцев некой симпатии к этому негру просто потому что он считает этого человека изначально интересным потому что он не такой как он то есть негр не такой как это третий человек для него это уже интересно как бы изначально интересно что это какой-то другой человек тупо не похож на него ну вот и так в общем то можно трактовать абсолютно что угодно то есть любую ситуацию конфликт любого человека любую вещь можно трактовать именно мировоззрением допустим мне не нравится как выглядит помидор этому мировоззрение мне нравится как он выглядит мне нравится как выглядит тыква это все зависит от мировоззрение и я в общем то считаю что его можно как-то настроить под себя да то есть подумать как тебе хотелось бы видеть все таки его свое мировоззрение как бы тебе хотелось относиться к этому миру ну то есть допустим ты вот являешься тем вторым человеком из этих трех да тебе очень не симпатизируют скажем так люди которые не принадлежат твоей расе твоей национальности там я не знаю они какие-то совершенно другие и тебе это и тебе они не нравятся возможно тебе самому не нравится что тебе эти люди отвратительны возможно стоит пересмотреть именно свое мировоззрение покопаться у себя в голове подумать все таки как бы я хотел видеть этого человека и почему я его вижу именно так возможно ну понимаете мировоззрение это не что-то что так вот бамо появилось при рождении я думаю это формируется ну возможно первый раз жизни возможно когда человек более-менее окреп да то есть это не что-то что при рождении появилось это изменить нельзя это именно сформирование сформирование мнений сформирование окружающих сформирование мнений окружающих допустим если человеку всю жизнь говорить говорить ему просто с рождения что евреи не люди или там негры не люди то у него такое мировоззрение скорее всего сформируется потому что он никакой другой информации не получал конечно человек жил там я не знаю в африке ему сказали что белые люди это зло он никак в жизни видел белых людей но при этом скорее всего он будет считать что белые люди это зло потому что ему об этом все всегда всю жизнь говорили я не знаю на самом деле делать так в африке я думаю что нет но это просто как приятно вот и в принципе если мировоззрение задуматься и в конечном итоге понять ну например вот эту вот вот эту вот дырку в том сознании да что там всю жизнь ты думал там что кто-то там это плохое да то что там например китайцы они плохие надо понять наверное откуда это лезет и все-таки эту дырку замазать если тебе не хочется так конечно если ты хочешь видеть китайцев таким тебе этого делать естественно не надо ты в порядке а вот если ты не хочешь ну вот допустим мне долгое время в общем меня раздражали совсем маленькие дети то есть там 3 года 5 такое я подумал откуда вообще это может быть да то есть почему я вот ну все вроде люди нормально относятся к ним к маленьким детям да ну я так подумал о чем бы мне нормально к ним не относиться к маленьким детям ну и вроде сейчас я к ним никакой особой ненависти не испытываю хотя буквально там месяц назад я просто на видео маленьких детей то есть в принципе все все это мировоззрение поправимо и при этом это очень важно ваше отношение к окружающему миру это одно из наверное самых важных вообще вещей даже не вещей я даже не знаю как это назвать в общем это очень важно на мой взгляд и нужно как-то регулировать исследовать это мировоззрение это в большом счету все что мы из себя представляем и что мы видим вот так вот выпуск получился не знаю понравился вам или нет но что получилось то получилось спайсы и сахарин